Услышав нас, и днём, и ночью, вы отложите все дела. Включите нас, чуть-чуть погромче, в прямом эфире новостя. Министр иностранных дел Сергей Лавров подарил своему американскому коллеге Джону Керри Деда Мороза с новогодней ёлки в особняке МИДа. Видимо, со словами, вот он пусть ваши хотелки исполнят. При этом Керри, по словам Лаврова, поначалу отказывался от подарка. Оно и понятно. А вдруг на переговорах госсекретарь США пойдёт на какие-то уступки России? Его ж потом обвинят, что он за игрушку продался. После встречи с российским коллегой, американский дипломат отправился на прогулку по Арбату. Хорошо, что не к стихологу или травматологу. Керри пообщался с москвичами, зашёл в магазин и купил сувениров на 35 тысяч рублей. И откуда у госсекретаря США российские деньги? Видимо, пошёл-таки на какие-то уступки-то. Из всего ассортимента магазина его привлекли матрёшка, куклы в национальной одежде и янтарные кольца. Интересно, что из этого для Обамы? Надеюсь, не куклы в национальной одежде? Российские новостя. 19 декабря в Госдуме пройдёт новогодний капустник. По-моему, отличный повод собраться всем депутатам в полном составе. С некоторыми даже впервые увидеться и познакомиться. По словам одного из депутатов, в этом году фракции сдавали деньги на проведение мероприятия столько же, сколько в прошлом году. Но цены выросли, значит, стол будет скромнее. Так это ж хорошо. Значит, слуги народа смогут посидеть, как народ. Также на вечере планируется развлекательная программа, подготовленная самими парламентариями. Ну, суть по законам, которые придумывают российские депутаты, с фантазией у них всё в порядке. И будет шоу. Квартиры и офисы от застройщика в жилом доме «Капитал». Город Берцк, Карла Маркса, 36. Удобная транспортная развязка, зелёный двор, детские площадки и парковки. Рядом городской парк. Ипотека с господдержкой, материнский капитал, военные сертификаты. Сдача дома 30 июня 2016 года. Дом «Капитал» – идеальное пространство для жизни. Проектная декларация на сайте capital.com.ru Ну вот и всё, что будет дальше, потом расскажут новости.